Везунчик в автомобиле Везунчика напали баклажаны А все началось с того, что он не хотел уезжать от бабушки с дедушкой Но все равно поехал, потому что родители привязали его к машине специальным ремнем В дороге он тихонько расстегнул ремень, чтобы хоть так отомстить родителям А на обочине паслись курицы И одна самая умная вдруг поняла, где много куриц, там мало червяков А где наоборот, там червяков больше И эта, извините, курица побежала через дорогу за потусторонними червяками И как раз через то место, через которое хотел проехать автомобиль везуновых Папа затормозил, а везунчик не затормозил Потому что всем назло был без ремня И врезался в папину машину Ну, только изнутри И тут на него напали баклажаны, банка глупцов и кастрюля винегрета Которая любимая бабушка поставила сзади на память про себя Родители перепугались Начали дергать везунчика за разные части И спрашивать, где болит И нужно ли везти его к доктору Комаровскому Тогда везунчик сказал Что если доктор винегрет не любит То лучше не везти Потому что он был весь в винегрете Звонить доктору Комаровскому И спрашивать его о том, как он относится к винегрету Родителям было почему-то неловко И все просто поехали домой Ну, в общем, сказать по правде Я хорошо отношусь к винегрету И думаю, что действительно Вот в этой ситуации Все, слава богу, обошлось Это была деревенская дорога Скорость была небольшой Поэтому все обошлось Тем не менее, наша сегодняшняя тема Автомобильные неприятности Это тема чрезвычайно актуальная И проблем, бед, настоящих трагедий Связанных с автомобилем Как средством передвижения Огромное-огромное количество На сегодня в нашей стране Проехать от одного областного центра До другого Не встретив по пути Автомобильную аварию Ну, как вы понимаете Практически невозможно Я, кстати, обращаю ваше внимание Что в подавляющем большинстве случаев Вот та аптечка Которая есть в каждом автомобиле Она предназначена Вовсе не для того Чтобы вы спасали себя Понятно? Эта аптечка Предназначена как раз для того Чтобы вы могли спасать того Кто попал в беду Потому что у него в автомобиле Эту аптечку найти уже практически невозможно От того автомобиля Может вообще ничего не остаться Тем не менее, алгоритм действий Первое Вот мы стали свидетелем аварии Главное Мы должны Прежде всего Убедиться в том Что Уже едет помощь Или кто-то Обратился за помощью Если этого никто не сделал Что? В первую очередь Звонок Поэтому, если вы видите Толпу народа То первое Что вы кричите Кто-то позвонил Уже вызвали Да, уже едут Вы все хоть рассказали А когда вы звоните О чем вы должны сказать? О чем? Первое, что вы должны сказать Самое главное Что? Авария Второе Где вы находитесь? Понятно, что это очень легко сказать Когда вы находитесь в городе Да? Но когда вы на трассе Все, что вы можете сказать Но это тоже важно Мы на трассе Где-то между Хацапетовкой и Процапоповкой Да? Вот дальше Кто попал в аварию? Мотоцикл? Автомобиль? Автобус? Сколько пострадавших? Сколько? Это очень важно Да, дальше Горит что-нибудь или не горит? Если горит, то кто к нам приедет? К нам в любом случае могут приехать Или наверняка приедет милиция И скорая помощь Но могут понадобиться и пожарные А теперь давайте представим ситуацию Это не просто авария А автомобиль врезался в столб Ну, в столб, где есть линия электропередач И об этом тоже надо сказать Потому что тогда вместе с пожарными Кто еще приедет? Электромонтеры, которые будут разбираться с этими проводами То есть с этим разобрались Еще раз фиксирую внимание Вы знаете Как правило, когда вот это вот случается Все боятся оказывать помощь И все искренне ждут Когда появится руководитель Вот руководитель Который скажет Вася, ты делаешь звонок Петя, ты выставляешь ограничения Предупреждаешь всех Короче, ребят Если мы на трассе То мы все в автомобиле Что у нас в автомобиле есть? Что у нас в автомобиле есть обязательно? Кроме аптечки Огнетушители Вообще у каждого человека в автомобиле Есть примерно вот такая штука Которая называется такой автомобильный набор Давайте попытаемся угадать Вот что в этом наборе обязательно есть? Нам уже сказали, что тут обязательно должен быть Огнетушитель Да, это правильно Совершенно верно Кстати, я вам хочу сказать По поводу вот огнетушителя На самом деле Считается по статистике международной Пожар во время столкновения автомобилей Приключается не более чем в 5% случаев И эту вероятность мы можем резко уменьшить Если подбежав к пострадавшему автомобилю Что мы сделаем в первую очередь? Выключим зажигание Это так вот, для информации Продолжаем Загадки А что же есть здесь еще? Обязательно Помните? Главное правило Неотложной помощи Прежде чем оказывать помощь Мы должны что сделать? Обеспечить Мы что должны? Собственную безопасность Да, как будем обеспечивать собственную безопасность? Вот тут есть все Для обеспечения нашей безопасности Что? Жилетки Правильно Для начала здесь наверняка есть Вот Раз А то и парочка Вот обязательно должно быть И мы это тут же надеваем На себя На того, кто рядом Нас уже видно Очень далеко Более того, все сразу притормаживают Потому что думают, что кто стоит? Милиционер Конечно Как только вы вот это одеваете Все начинают тормозить И что тут еще обязательно должно быть? Знак аварийной остановки Да, сразу собираем знак И ставим Ставим подальше Чтобы машины успели Сориентироваться И притормозить Это очень важно Мы же это делаем все Не просто так Да, мы это все делаем в жилетке Естественно Если есть люди Свободные А их, как правило, много Потому что куча машин останавливается То человек Не надевая жилетку Не надевая Берет ее Выходит на трассу И что делает? Машет Это намного виднее Это уже даже не милиционер Это намного страшнее То есть все тормозят Это очень важно Дальше Теперь Теперь Мы должны ответить на вопрос По поводу Есть огонь, нет огня Не горит? Есть ли запах бензина? Да Теперь что тут самое опасное? Что делает нервный мужчина Когда он вылазит из автомобиля? Первое Закуривает Да, поэтому Всех с дрожащими руками Которые тянутся к сигаретам Что? Отогнали Отогнали Дальше Я вам очень советую Как правило Даже когда вот государство Или какие-то фирмы Собирают вот такой наборчик Да Там не всегда есть вот такая штука Понятно А эта штука Ну фонарик элементарный Да Он всегда может пригодиться Потому что Лазить по машине С спичкой Да Смотреть что там произошло Ну и как бы Это значит вам недолго осталось Вместе с пострадавшим Поэтому используем фонарики Дальше Что еще я вам искренне советую Самим положить Вот сюда Я вам советую Положить вот такой инструмент Кстати во всем мире Эти инструменты очень распространены Они называются мультитулами Да Здесь куча всего Что только можно Для чего его можно использовать Во-первых Здесь есть обязательно нож Да Для чего кстати Нам может понадобиться нож Перерезать ремень безопасности Совершенно верно Да Это раз Второе С помощью мультитула Можно добить Недоразбитое стекло лобовое Через которое Может быть придется Кого-нибудь вынимать Да Понятно Заметьте Вот это все Вот это все Вот это все Оно ребят не портится Вот оно на всю жизнь Да Вот вы обязаны это сделать Потому что Вот отсутствие этого Может просто очень дорого обойтись К сожалению Вот мы такая страна У нас Вот это вот Желание себя застраховать Оно отсутствует генетически То есть вот будут неприятности Там посмотрим Да Так вот Вот если мы хотим попасть в Европу То там наоборот Да Вот пока мы это не решим для себя Да Вот так мы и будем всю жизнь Проявлять чудеса героизма А на самом деле Европейскость Не в героизме А в том чтобы не попадать В ситуации Где понадобится героизм Договорились Замечательно Дальше Вот мы подошли к автомобилю Да Что делать дальше Вот там пострадавший В автомобиле Доставать Не доставать Спасать Да Вот что делать Прежде всего вы должны понимать Сколько их там Да И в каком состоянии Они находятся Понятно что вы не медработники Но мы же с вами не зря Учимся Да Поэтому мы четко должны знать Две ситуации И главные Когда ну доставать Есть живой он То есть живой он или не живой То вы же прекрасно понимаете Что хуже Вы не сделаете никак Да Поэтому если есть Критическая ситуация А мы знаем Отсутствие дыхания Отсутствие сознания Да То это значит Надо вынимать Любой ценой И второе Есть кровотечение Выраженное Которое вы никак не можете остановить Пока пострадавшие в автомобиле Вы тоже вынуждены Его доставать Понятно Молодцы Во всех Во всех остальных ситуациях Когда заглянули Как вы Мы нормально Ну вот придавило Но как вы себя чувствуете Голова кружится Есть где-то кровотечение Нет Вот едет уже помощь Не трогайте Пожалуйста Если нет кровотечения И критического состояния Не трогайте Нет Если он сам пытается вылезти Не надо ему мешать Надо помочь Естественно Но если он сидит Зажатый Если какие-то сложности Если вы видите что-то поломанное В каком-то неестественном положении Голова Но при этом нет затрудненного дыхания И нет кровотечения Подождите профессионалов Не протягивайте руки Куда вас не просят Договорились Продолжаем Когда человек вышел из автомобиля Или выполз Или вы его вынули оттуда То вы пытаетесь найти поврежденное место Вы наверное все знаете Что металл Любой металл В любом автомобиле Он немножко тверже Чем человек Ну самую малость Поэтому если вы видите В автомобиле Где-то вмятину Или сломанный руль То наверняка Этот руль был сломан Об человека Если вы видите Разбитое стекло То наверное Кто-то разбил его головой Например И так далее То есть вы всегда По повреждениям машины Можете предположить Где искать повреждения У пострадавшего И обратить внимание Именно конкретно на это место Еще раз фиксирование Особенно обращайте Внимание на руль Это очень важно Если он деформирован Наверняка есть Травма грудной клетки О том как помочь При травме грудной клетки Мы вас обязательно научим Опять таки Если был Человек в автомобиле Нормально пристегнут То возможны повреждения Связанные непосредственно С давлением Ремня безопасности И кстати Отношение к Ремню безопасности Я всегда сравниваю Это с прививками Вот понимаете Прививка может быть Источником неприятности Может Но болезнь Намного больше Источник неприятности Вот с ремнем безопасности То же самое Может быть Ремень безопасности Причиной травмы На плече Может быть Но он может Спасти вашу жизнь И еще раз прошу вас Ребята Это очень важно Всем хотелось бы Чтобы организацию Тушения пожара Кто-то взял на себя Понимаете Вот в аварии Кто-то должен взять на себя Вот Чем скорее вы это сделаете И не будете ждать Милости от природы Тем всем будет лучше Более того Как только вы начнете Командовать Все с удовольствием Будут вам подчиняться Поэтому Вася вперед Петя назад Маша достает Вася машет руками Еще кто-нибудь Ставит вот этот знак Короче Всем найдется работа Главное Возьмите это на себя И самое главное Тот, кто самый спокойный И рассудительный Должен разговаривать По телефону Договорились И теперь Вот это все Нам уже не надо Давайте все-таки Теперь поговорим О детях С чего хотелось бы начать С того, что Самое эффективное Устройство безопасности В автомобиле Называется как Ремень безопасности Мы видели Чем заканчивается Отсутствие ремня Я хочу сказать Что у нас с вами В общем-то Такая очень специфическая страна У нас считается Что если ты не пристегнулся И таким образом Обманул гаишника То ты чемпион мира По хитрости Более того У нас в стране В огромном ассортименте Продают даже Специальные штучки Которыми можно Заткнуть место Чтобы не орал Ремень безопасности Вот просто Заволчи И вот люди Специально Достают из собственного Кармана Денежки И платят Чтобы в машине Вот это было Чтобы можно было Воткнуть и не пристегиваться Понимаете То есть Представьте ситуацию При которой человек Заработал деньги И отдал их Для того Чтобы купить штуку Которая Поможет ему Не думать О собственной безопасности Ну это даже Трудно себе представить Но у нас Ведь Есть люди Которые Эти штуки Специально Производят Выпускают Они продаются Во всех Автомагазинах Зайдите Проверьте Более того У вас еще Спросят А какая у вас машина Возьмите вот это Выйдите Проверьте Будет пикать или нет Если нет У нас тут еще Куча вариантов Есть Мы обязательно Вам подберем Чтобы лично Ваша машина Не орала Это первое Второе Что в нашей стране Это конечно Вот Наличие Абсолютной Убежденности В том Что Автомобильное Детское кресло Это Жуткая Придумка Злых Буржуев Которые Производят Вот эти самые Автомобильные кресла И когда люди Начинают изучать Тему Автомобильных кресел И выясняется Что До 10 Килограмм Одно кресло Потом До 10 Лет Другое Кресло А после 10 лет Что-то Третье То это же Просто кошмар То есть Тот факт Что до 10 Лет Одна обувь Потом Другая И потом Каждый год Вообще Третья Четвертая Пятая Никого Не удивляет Но всем Почему-то Хочется Чтобы Мы вообще Об этом Не думали Более того Даже есть Такие страны Есть еще Такие Даже в Европе Где Человек Совсем Не обязан Иметь В автомобиле Детское Автомобильное кресло Да Такие страны Есть Они скоро Закончатся Такие страны Но они Есть еще Чтобы вы Как бы Понимали Теперь Смотрите На самом деле Что Лично меня Удивляет Я вам скажу Честно Детелям того Как детей Забирают Из родильного дома Да Вот выносят Вам детеныша Да Вы знаете Как у нас Выносят детеныша Да Вот Так вот Да Вот выдают Его на руки Как правило Бабушке Бабушка говорит Вы же не умеете Да И бабушка Садится гордо С этим детенышем На переднее сиденье И они едут Да Это же классика Моя воля У меня бы Вот эта медсестра Которая выносит Ребенка Да Она бы сначала Вышла И сказала А вы на каком автомобиле Приехали Где этот детеныш будет Подошла к автомобилю Нету кресла До свидания Пока не будет кресла Я дитя не дам Более того Если бы я наверное Был главный врач роддома Я бы рядом с роддомом Поставил магазин И продавал бы там эти кресла Представляете Сколько бы мы денег заработали Это я как бы Бизнес проект вам сообщаю Ребят Но тем не менее Я хочу чтобы вы четко понимали Ребенок Без автомобильного кресла Не должен перетечь Внутреннее пространство автомобиля Поэтому мы должны четко понимать Что есть Например Кресло Для самых маленьких Кресло Переноска Как правило Если наши родители Потратились на вот такое кресло То представить себе Что оно будет стоять Только в автомобиле И больше не идет Просто невозможно То есть если уже есть такое кресло То с этим креслом Мы будем гулять Ходить в дом Я получаю кучу писем На тему А не вредно ли нам спать В таком кресле И так далее То есть он в доме будет жить В этом кресле Ребята Ничего в этом страшного нету Вот что важно Что когда в доме Его усадили в этом кресле То чтобы он не орал Перед ним навешают Вот таких вот винтифлюшечек Да Поэтому я вас очень прошу Ребят Если уж вы решили В этом кресле Не только жить Но и ездить иногда Да То перед тем Как отправиться в путь Давайте Игрушечки Все поубираем Да Опять таки вы должны знать Что после того Как кресло мы поставим То мы вот эту штучку Что сделаем Опустим Да Вот оно будет стоять вот так Теперь что очень важно Что очень важно Вот это кресло Фиксируется На сиденье Лучше чтобы это было Заднее сиденье Вообще детям всегда Лучше быть сзади Да Дальше смотрим Мы против хода движения И очень важное правило Как бы ребенок Не находился Но если в силу Каких-то обстоятельств А бывает такая ситуация Ну когда Маленький детеныш Которого мама не может Просто оставить Одного сзади Да И размещает его На переднем сиденье Это допускается Но в любом случае По ходу движения Спинкой Да В любом случае Что при этом Обязательно надо сделать Отключить Подушку безопасности Подушка безопасности Хоть отсюда Хоть отсюда Убивает ребенка Понятно? Итак Вот в этом вот кресле Ребенок будет находиться До того Как его вес Будет около 10 килограммов Ну хотя считается Что до двухлетнего возраста Это допустимо Понятно? После того Как нам исполнится Два годика Или после того Как мы Сможем уже нормально сидеть Нормально удобно После этого нам понадобится Другое кресло И оно понадобится нам Достаточно надолго Да Вот это кресло Мы уже где поставим Только Только сзади Да Это кресло будет Определенными фиксаторами Зафиксировано Это вот уже точно Вы в дом таскать не будете Оно в машине Будет жить постоянно Есть кресла Вот такие Со специальными Вкладышами Как правило Эти кресла Используют В течение многих лет Скорее всего Вы его купите Лет на 10 И оно у вас будет И потом уже Когда ребенок Будет достаточно крупный Вы можете использовать Примерно Вот такую штуку Она называется Бустером Это Вот просто Подставочка Она тоже будет Зафиксирована Пристегнута К креслу Своим ремнем Но Находясь на ней Ребенок просто будет Чуть повыше И пристегиваться Будет стандартным Ремнем безопасности Понятно Ну и собственно говоря Переход от одного Устройства к другому Это вот Те принципиальные Этапы Развития человека Да Вот очень важно Вот возраст Перешли От переноски К креслу Перешли от кресла К бустеру Нам уже не нужен бустер Вот значит Мы уже совсем взрослые Можно жениться АПЛОДИСМЕНТЫ Ну Сказать по правде На этом Автомобильные неприятности Не заканчиваются Одна из самых актуальных Автомобильных неприятностей Связана Как это ни удивительно С чем? С электроподъемниками Обращаю внимание Что если ребенок Высунул голову в окно И нажал рукой Нечаянно На устройство Поднимающее стекло То В большинстве случаев Усилие Совершаемое Электродвигателем Превышает Необходимое Для того Чтобы ребенка Убить Понятно? И Реально Сотни детей Сотни А то и тысячи детей Гибнут Будучи придавленными Электроподъемниками Стекла Дети Оставляют там руки Которые высовывают Регулярно Опять таки Ребят Вот сплошь и рядом Совершенно непонятно Потому что Когда ребенок Сидит в кресле Он не может Высунуть голову В окно Вы понимаете? Ситуация Когда едет Автомобиль Летом И из разных окон Торчат детские головы Это же по большому счету Стандарт Да Меня радует Что чаще всего Все таки Вот эти головы Торчат Из тех автомобилей Где нет кондиционеров А как правило Если в автомобиле Нет кондиционеров То электроподъемника Там тоже нет Это меня как-то утешает Да Тем не менее Факт остается фактом Поэтому помните об этом Кстати Кстати Есть удивительная вещь Что на самом деле Вот с моей точки зрения Защита То есть вот Устройство Которое блокирует Подъем стекла Когда туда попадает рука На самом деле По нынешним технологиям Это не очень дорого Да Более того Впечатление создается Что это устройство Как раз необходимо Не для автомобилей Премиум класса А как раз для тех автомобилей Которые позиционируются Как семейные автомобили Что если это Большой семиместный автомобиль Для многодетной семьи То по умолчанию В качестве базовой опции Там должно быть устройство Которое блокирует Подъем стекол Или люка Если там оказывается Какая-то часть тела К сожалению Даже у очень крутых фирм В семейных автомобилях Это опция Но люди Которые Наделали трех детей Должны знать О существовании Такой опции Правда Должны И понимать Что на подогреве Для папиной попы Сэкономить можно Понимаете А на фиксаторе Для того Чтобы не придавить Ребенку руку Или ногу Или голову Экономить Соответственно Нельзя Молодцы АПЛОДИСМЕНТЫ Еще один Четвертей Сот Когда детей Элементарно Забывают А на фиксаторе По которым Все Ребята Автомобили Автомобили Это и роскошь И средства Передвижения И огромное удовольствие И жить без автомобиля Очень сложно Как вы понимаете В 21 веке Но если У вас есть деньги На автомобиль То подразумевается Что у вас есть Мозги Сделать этот автомобиль Безопасным Для вашего ребенка И научить Своего ребенка Этой безопасности Уверен У вас будет Эта безопасность Приятных путешествий И пусть от автомобиля У вас будет Одно удовольствие Всего доброго Мы встретимся Через неделю Дорогие друзья Спасибо Что вы с нами И будьте всегда В курсе Последних наших Новостей Подписывайтесь На наш канал В ютубе